Всем привет! Это видео я сегодня посвящаю комплексу Сурья Намаскар. Я убеждена, что этот комплекс стоит изучать с учителем, причем индивидуально. Почему? Потому что именно учитель передаст вам этот комплекс, подберет для вас тот комплекс, который подходит вам по уровню сложности, детально расскажет о каждой асане, выстроит ее для вас и сделает определенные акценты. Но поскольку мы сейчас находимся на карантине, ко мне поступают запросы о том, чтобы я показала свой комплекс Сурья Намаскар, я решила все-таки это сделать. Итак, видео будет построено таким образом. Я сейчас покажу свой комплекс Сурья Намаскар на левую и на правую стороны. Дальше я попробую все-таки рассказать о каждой асане настолько детально, насколько это возможно в видео. И затем я сделаю уже Сурья Намаскар без комментариев. Я надеюсь, что вы ко мне присоединитесь. Ну что, начинаем? Итак, мой комплекс очень простой. Я все-таки живу в определенном ритме. Я девочка. И я решила, что я не буду сильно напрягаться. Сурья Намаскар его как-то усложняет, поскольку я тренируюсь каждый день. Но вы можете выбрать свой комплекс, который вы хотите, и делать его так часто, как хотите. Но для начала, поскольку мы все-таки приветствуем солнышко, приветствуем светило, а оно восходит на востоке, поэтому, пожалуйста, всегда выполняйте свой комплекс лицом на восток. Итак, я начинаю. Я начинаю с Тадасана и Намаскарасана и Стадасана. Затем я делаю Урдва Хастасану. Уттанасана. Затем я делаю Урдва Хастасана. Анхаму Хашханасана. Аштанга Намаскарасана. Затем я делаю Урдва Хастасана. Или Архаму Хашханасана. У вас это может быть, например, Кобра, если вы делаете эту асану, и вам позволяет состояние вашего позвоночника. Мне пока еще не позволяют. Дальше, я делаю Урдва Хастасану. Архаму Хашханасана. Уттанасана. И снова Урдва Хастасана. Либо можно сделать прыгать назад. И возвращаемся снова. Уттадасана и намаскарасана и стадасана. И круг начинается снова. Теперь сделать то же самое, только на правую ногу. С правой стороны. Так, тадасана и намаскарасана и стадасана. Урдва Хастасана. Уттанасана. Урдва Хастасана. Урдва Хастасана. Урдва Хастансана. Аштанга-намаскар. Адха-пуджанга-асана. Адха-муташтанасана. Ашва-цанчаласана. Уттанасана. И либо прогиб назад из него, тадасана, либо вы снова делаете урдлахастасану. И потом тадасану. Я не рассказываю сейчас о дыхании, потому что наша задача сейчас пока выучить асаны. Как вы вообще изучаете сурья-намаскар? Сначала вы изучаете каждую асану в отдельности. Дальше вы учитесь в связке, поскольку нужно запомнить всю эту последовательность. Я уже так делаю сегодня, не знаю, какой раз по счету, поэтому уже мысли путаются, с какой ноги что делать. И дальше вы подключаете дыхание. О дыхании пока вскользь скажу, что все прогибы назад выполняются на вдохе, все наклоны выполняются на выдохе. Давайте сейчас сделаем этот комплекс еще раз, точнее я сделаю, вы посмотрите, послушайте. Я постараюсь детально рассказать о каждой асане. Итак, мы начинаем с вами с тадасаном. Для этого, пожалуйста, сейчас поставьте вашу ногу на пятку и начинайте вытягивать всю ступню по коврику. Вперед. Хорошо вытягивайте пальцы. Прижмите сейчас большой палец к коврику. Поднимите внутренние лодыжки вверх. Внутренние лодыжки это вот эта часть. Вот. Вот так они упали, вот я их поднимаю. При этом большие пальцы у меня остаются прижаты к коврику, остальные пальцы я вытягиваю вперед и хорошо вжимаю внешнюю пятку в пол. У меня будет ощущение, как будто я хочу оттолкнуться от коврика и коленные чашечки потянутся у вас автоматически. Дальше все сохраняя, я заворачиваю вверх бедра вовнутрь, но когда я это делаю, видите, у меня и коленки заворачиваются. Этого делать нельзя, то есть нужно сохранять все то, что мы выстроили с вами до этого и заворачивать вверх бедра вовнутрь, но колени должны у вас смотреть ровно. Теперь все сохраняем. Давайте еще раз проговорим. Итак, мы с вами удлинили хорошо стопу по коврику, прижали большие пальцы, остальные пальцы мы вытягиваем хорошо по коврику. Вперед, поднимаем внутренние лодыжки, прижимаем внешнюю пятку хорошо к полу, как бы отталкиваясь, и вы уже чувствуете, что вы вытягиваетесь вверх. Подтягивайте коленные чашечки. Дальше вот эти косточки подвздошные вы как бы берете с собой сюда к голове и вытягиваетесь хорошо вверх. Отведите плечи круговыми движениями назад, локти разведите в стороны, руки, жест, намасте, плечи вниз. И отпустите, пожалуйста, подбородок груди, но старайтесь вот это основание груди поднимать вверх. Вы почувствуете, что ваша задняя поверхность шеи хорошо вытягивается. Следующая асана, это убхвахастасана. Я поднимаюсь на носочки, поднимаю руки, но что я делаю здесь с руками? Смотрите, я поднимаю руки и стараюсь вращать плечи, видите как, так, чтобы трицепс шел как бы к лицу. Вот так, вот так. И мои ладони смотрят назад. Дальше, когда я это сделала, я вставляю кость обратно в плечевой сустав и теперь все сохраняю, только ладони разворачиваю друг к другу. Вот так. Это такая вот у нас урдхвахастасана. И дальше будет уттанасана. Из этого положения я опускаюсь вниз. И дальше, очень часто, когда мы опускаемся вниз, мы отводим таз назад и идем в пояснице. Вот так вот, видите, здесь прогиб у меня. Это неправильно, это стильная нагрузка на поясницу, достаточно травмоопасно. Поэтому из этого положения я буду стараться вот эту зону фиксировать. Каким образом? Я вот эти косточки свои тазовые, подвздошные, подаю на себя. И все сохраняю, я стараюсь идти вот этой вот зоной. Верху спины, грудным отделом вниз. Как будто меня, знаете, кто-то подошел и вот так вот сюда толкну, и я иду вниз. И ставлю руки либо на пол, либо, если руки до пола не достигнут, нет ничего страшного, возьмите кирпичики. Я надеюсь, что они у вас уже есть. То есть вы можете делать тогда уттанасану в таком варианте. Но мне не нужны, я их убираю. Поэтому здесь я опускаюсь руками на коврик, ставлю вот такими вот как бы чашечками, такими пиалочками. И дальше я буду пальцами как бы отталкиваться от коврика и вот эти свои плечи и надплечья уводить от ушей. Вот так. Дальше смотрите на свои ноги. Они работают точно так же, как тадасана, потому что тадасана это базовая асана. Поэтому я вытягиваю пальцы хорошо по коврику, поднимаю внутренние лодыжки вверх, а внешние пятки вниз, прямо вот от этих бедер, я стараюсь увести их сюда. Дальше. Вот видите, я даже немножко неправильно сделала, потому что сильно подала таз назад. А мне нужно сделать такое движение тазом вперед, чтобы мой таз был перпендикулярен к полу. Дальше. Подтяните коленные чашечки. Старайтесь заворачивать вот здесь вот верх бедра вовнутрь. Но при этом фиксируйте колени. Колени должны смотреть четко вперед. У вас должно быть ощущение, что ваш живот автоматически сам пошел назад к позвоночнику, и здесь расширяется поясница. Ноги сильные. Коленные чашечки подтянуты. Пятки сильно прижимайте к полу, а ягодицы старайтесь таким вот образом поднимать вверх, чтобы у вас вся задняя поверхность ноги вытягивалась. Теперь из этого положения я правую ногу подаю назад. Это у меня Ашва Санчаласана. Здесь правая нога у меня хорошо прижимается к полу. Прижимается плюс на плюс на вот эту часть ноги. Ступни, извините. И дальше я подаюсь вперед. У меня будет достаточно хорошо вытягиваться правое бедро. Вверх руки я разворачиваю точно так же, вот так вот изнутри наружу. Отвожу плечи к тазу, вот плечи к тазу. И теперь, только все сохраняя, я делаю вдох, смотрю вверх. Из этого положения я сейчас буду делать собаку ворда вниз. Это сложная Асана достаточно, поскольку здесь много деталей. Давайте остановимся на основных из них. Для начала руки. Ладошки, пожалуйста, хорошо вот так вот растопырьте пальчики, да, разводите их. Средний палец у вас должен быть параллельно вот этой линии коврика. И смотреть четко вперед. Дальше. Вес вы тело будете держать на вот этих точках. Основание указательного пальца, основание большого пальца. Вверх руки будет снова вращаться изнутри наружу, так, чтобы трицепс шел к лицу. Но, поскольку ваша рука будет стоять вот таким вот образом на коврике, весь тело вы будете переносить на вот эти точки. И отталкиваться ладонями, вот этой вот пяточкой ладони, а точнее именно ее внутренней частью, вы будете отталкиваться от коврика. И переносить вес тела в ноги. Ноги будут работать точно так же, как в тадасана. Там будут подниматься вот эти вот внутренние лодыжки. Если пальцы, точнее, если пятки будут не доставать до пола, ничего страшного. Они могут быть на весу, это пока нормально, пока мы начинаем, пока еще задняя поверхность ноги и ножные мышцы не вытянулись, это нормально. Но, вам нужно будет хорошо вытягивать пальцы на руках и на ногах, вытягивать коленные чашечки, подавать бедра и середину голени назад. И, конечно же, стараться убрать прогиб из поясницы, чтобы себе не навредить. Ну, давайте пробовать. Точнее, я делаю, вы смотрите. Итак, вот мы были в этом положении, у Санчаласана, Ашва Санчаласана. Я из этого положения ставлю ладони на пол, хорошенько вот таким вот образом уже разводя пальцы. И проверяю, чтобы мой средний палец был параллельно коврику, вот этой вот линии. И теперь, помогая себе правой ногой, видите, я ее поставила уже на пальчики, я оттолкаюсь назад и выхожу в Ахамуха Шванасана. Здесь я могу чуть-чуть корпус подать вперед, развернуть верх руки изнутри наружу, прижать основание большого пальца и указательного коврику, перенести вес тела именно на эту часть руки. И отталкиваясь ладонями от пола, я переношу вес тела в пятки. Дальше. Продолжайте вытягивать пальцы на руках и на ногах. Убирайте, вот этот прогиб из поясницы нужно убрать. Сделайте, пожалуйста, спину вот таким вот образом, чуть-чуть ее даже скруглите. Дальше мы поднимаем с вами внутренние лодыжки на ногах, прижимаем внешний край пятки к полу, подтяните коленные чашечки и, продолжая отталкиваться руками, толкаете ваше середину бедра и середину голени назад. Да, забыла еще сказать про вот это движение, которое уже на автомате. Всегда, пожалуйста, отводите ваши плечи назад к тазу. Вот так я не отвела, вот так отвела. И теперь из этого положения я опускаю колени на пол и делаю штангу намаскар. Тут тоже вот так вот прогиб сильной в пояснице, но мне нужно мой копчик прятать внутрь. Из этого положения я буду делать сейчас полукобру. Здесь очень важно работать сильно ногами. Что я имею в виду? Сильно прижимать плюсны к полу, вытягивать пальцы назад на ногах и пальцы на руках вытягивать вперед. Ладошки раскрываем точно так же, как в собаке морда и вниз, которую мы делали только что. Дальше мне нужно наполнять вот это заднее бедро. Для того, чтобы это сделать, во-первых, мышцы передней части бедра должны быть эластичные. Во-вторых, нужно научиться толкать это переднее бедро назад, кости вот к заднему бедру. И сохраняя такую работу ног, мне нужно мой вот этот копчик подать к полу и почувствовать, что локовая косточка давит в пол. Теперь все сохраняю в ногах. Я вот таким вот движением натягиваю коврик на себя. Вот, у меня уже, знаете, вот мои плечи и плечи, лопатки идут к тазу. Дальше, разворачиваю снова вверх руки изнутри наружу, расширяю ключицы, прижимаю ладони к полу и со вдохом дымаю голову к солнцу, тянусь к солнцу. Вы должны почувствовать хорошо здесь вверх спины. Из этого положения я снова делаю собаку мордой вниз. Не забывайте, пожалуйста, работать сильно руками и ногами. Это сложное положение. Разверните вверх руки изнутри наружу и перенесите вес тела на основание большого и указательного пальца. Толкнитесь ладошками от коврика и переносите вес тела в пятки. Вытягивайте пальцы на руках и на ногах. Поднимайте внутренние лодыжки. Подтягивайте коленные чашечки, толкните середину бедра, середину голени назад. И попробуйте завернуть ваши бедра вовнутрь. Теперь я делаю шаг вперед в правой ногой. Это Ашва Санчаласана. Здесь я снова прижимаю, только теперь уже левую блюзну. Вращаю вверх руки изнутри наружу, отвожу лопатки плечи на ладхтазу и за вдохом поднимаю голову вверх, стараясь почувствовать отклик вот в этом грудном отделе позвоночника. И дальше все просто. Я ставлю стопу на пальцы и подтягиваю ногу. Меня не видно? Нет, видно. Подтягиваю ногу и делаю Савва Ауттанасану. Пускайтесь на кирпичики или на пол, отталкивайтесь руками от пола, отводите ваши плечи назад. Дальше. Посмотрите на свои ноги. Вытягивайте пальцы по коврику вперед, поднимите внутренние лодыжки, внешние пятки в пол, подтяните коленные чашечки, заверните ваши бедра вовнутрь, поднимайте ягодицы, но старайтесь пятки удерживать на полу. Если это не получается, присогните ноги пока, но вы должны почувствовать расширение в области поясницы и почувствовать движение, что, видите, мой живот даже в этом положении не заваливается. Не потому что нет живота, а потому что я работаю сильно ногами. И отсюда можете выпрямлять ноги. Вы старайтесь, чтобы таз у вас не уходил туда-назад, а все-таки держать его максимально перпендикулярно к полу. И все сохраняя, просто стекаете, стекаете головой вниз. Дальше. Прижимая хорошо внешние пятки по-прежнему к полу, я поднимаюсь, подгонок за позвонком поднимаюсь, и здесь я делаю снова курбу хостаса. Ну, вот таким вот образом. Ноги у меня делают тадасану. Я разворачиваю вверх руки изнутри наружу, опускаю плечи в сустав, и только теперь разворачиваю ладони друг к другу, и тяну руки назад. Вот так. И потом опускаюсь в тадасана и намаскар асана. Давайте проговорим еще раз тадасана, потому что это базовая асана. Как видите, ноги дальше будут работать в суре намаскар точно так же, как и в тадасанах. Встану к вам лицом. Итак, я вытягиваю стопу хорошо от пятки по коврику, прижимаю хорошенько большие пальцы, остальные пальцы я вытягиваю по коврику, вперед, поднимаю внутренние лодыжки, а внешние пятки стараюсь бежать сильно в пол. Прямо вот как будто от боков таза это все идет в пол. Мои колени подтягиваются автоматически. Дальше я заворачиваю вверх бедра изнутри наружу и стараюсь середину бедра и середину голени подавать назад к воображаемой стене. Кстати, если у вас есть дома свободная стена или шкаф, подойдите к ним и попробуйте толкнуть ваши бедра назад. Теперь у вас есть вот эти подвздошные косточки или тазовые. Поднимайте их вверх. Видите, я стою и у меня наблюдается такой симпатичный прогиб в области поясницы. Когда я буду работать ногами и вот эти косточки подавать вверх, то моя спина будет выравниваться. Ну, более или менее, во всяком случае. Дальше я буду за макушкой тянуться вверх. Отсталкивайтесь стопами от пола, все сохраняя, вытягивайтесь вверх. Отведите круговыми движениями плечи назад и вниз. Вниз. При этом основание груди у вас будет идти вверх. И руки, пожалуйста, поставьте вот в такой жест на мосты. Разводите локти в сторону. Это будет ключицы ваши расширять. Вот такая вот она тазахана. В принципе, это все. То, что касается проговоров, потому что, ну, по сути дела, потом просто меняется право-налево. И мы делаем все то же самое. Давайте я проговорю сейчас все то же самое, делая на другую ногу. Надеюсь, я не запутаюсь. И потом сделаем уже все вместе, без моих комментариев. Итак, стадасана и намаскарасана и стадасана. Пожалуйста, поднимите ваши ноги на пятку и хорошо вытягивайте стопку по коврику вперед. Вытягивайте пальцы вперед. Прижимайте большие пальцы, поднимайте внутренние лодыжки и сильно прижимайте внешние пятки к полу. Коленные чашечки подтянуты. Заворачивайте вверх бедра вогнутрь, но колени смотрят при этом вперед. Не давайте вашим коленям заворачиваться. И толкните ваши бедра назад. Возьмите с собой подвздошные косточки вверх, вытягивайтесь вверх. Отведите круговыми движениями плечи назад, опустите их вниз так, чтобы основание груди подымалось вверх. Дальше я развожу локти в стороны и подбородок чуть-чуть опускаю в груди. И они как бы идут навстречу друг к другу. Задняя поверхность шеи при этом может сильно вытягиваться. Дальше все сохраняя, я делаю ух-два хаста-сану. Поднимаюсь на носочки, вращаю вверх руки таким образом, чтобы мой трицепс шел к лицу. Опускаю плечи, плечевой сустав, и теперь только ладошки разворачиваю друг к другу. Вот так. И подаю руки назад. Опускаюсь на пятки, все сохраняя и фиксируя поясницу, подавая вот эти тазовые косточки вперед, вытягивая сверх, я стараюсь идти верхом спины вниз, как будто меня кто-то толкает в спину, именно не в поясницу, а в верхнюю отделку. Там может быть меньшая амплитуда, это естественно, потому что верх спины очень сильно сжат. И опускайтесь, пожалуйста, на коврик, либо на кирпичики. Я буду опускаться на коврик. Теперь поставьте ваши руки такими чашечками и оттолкнитесь как бы от коврика, отводя плечи назад. Теперь посмотрите на свои ноги. Вытягивайте пальцы вперед, прижмите большие пальцы к коврику, поднимите внутренние лодыжки и хорошо прижимайте пятки. Если это не получается, вы можете присогнуть ноги, прижать пятки, а затем подтягивать коленные чашечки, направляя ягодицы вверх. Теперь попробуйте завернуть ваши бедра вовнутрь и попробуйте вверхом спины идти к коленям. Теперь мы делаем с вами на другую ногу. Я поднимаю левую ногу и шагаю ее назад. Ашва Санчаласана Прижмите, пожалуйста, плюсну левой ноги к полу, а подавайте вот это правое колено вперед. У вас будет хорошо вытягиваться достаточно сильно пап и бедро на левой ноге. Руки. Если получается, поставьте на пол, если не получается, можно такими чашечками. Разворачивайте вверх руки изнутри наружу, опускайте плечи назад и лопатки к тазу и с вдохом смотрим вверх. Вы должны почувствовать здесь хорошо прогиб в верхнем отделе спины. Дальше собака мордой вниз. Левая нога, я ставлю ее на пальчики, руки размещаю, сразу открываю хорошо ладони и пальцы возле стопы и выхожу собаку мордой вниз. Я могу податься чуть-чуть вперед, развернуть вверх руки изнутри наружу, перенести вес тела на основание большого пальца и указательного и отталкиваясь ладонью, переносить вес тела в ноги. На ногах я продолжаю вытягивать пальцы по коврику вперед на руках и на ногах. Поднимаю лодыжки внутренние, пятки хорошо сжимаю в пол, ну, если получается, если не получается, ничего страшного. Брать нужно, кстати, прогиб из поясницы. Подтягивайте коленные чашечки и подавайте больше назад голени и больше середину бедра и середину голени назад. Плечи от ушей попавки к тазу. Вот такая Адха Мухашванасана. Дальше я опускаюсь на колени и делаю Аштанга Намаскар, убирая прогиб из поясницы. Дальше у меня будет полукубра Ардха Куджангасана. Вытяните, пожалуйста, хорошо ноги. Нашла назад. Вытягивайте пальчики назад. Раскрывайте пальцы на ногах и пальцы на руках, на коврике. Прижмите плюсные. Толкните ваши передние бедра к задним и подтягивайте копчик таким образом, чтобы вы почувствовали, что ваша лобковая кость лежит на полу. Зажима в пояснице быть не должно. Если есть зажим в пояснице, это значит, что вы не работаете ногами, поэтому учитесь работать ногами. Дальше я подтягиваю руками вот таким вот образом коврик на себя и сразу же лопатки и не идут к тазу. Разворачиваю вверх руки изнутри наружу и с вдохом смотрю вверх и снова чувствую вверх спины. Отсюда я делаю снова Адхану Кашванасану. Разворачиваю верх руки изнутри наружу и переношу весь тело на основании большого указательного пальца и отталкиваюсь, отталкиваюсь ладошками, переношу весь тело в ноги. Поднимайте внутренние лодыжки, вытягивайте пальцы на руках, на ногах вперед, пятки в пол, коленные чашечки подтянуты, бедра назад, голени назад, таз вверх, а вверх бедра и внутри наружу. И теперь отсюда я шагаю левой ногой вперед, а правая у меня сзади. Теперь прижимайте хорошо плюс ног полу на задней ноге, подавайте переднее колено больше вперед для того, чтобы у вас вытягивалось бедро и происходило разделение между тазом и бедром. Вверх руки вращаются изнутри наружу, а плечи подаются назад к тазу и с вдохом я смотрю вверх и снова прогибаюсь в верхнем отделе позвоночника, ну или пытаюсь это сделать. И дальше у меня уттанасана, подворачиваю пальцы на правой ноге и просто приставляю ногу меня не видно вот таким вот образом. для начала оттолкнитесь руками от пола уберите ваши плечи и надплечья от ушей дальше посмотрите на ваши ноги хорошо вытягивайте пальцы по коврику вперед прижмите большие пальцы к коврику поднимайте внутренние лодыжки опускайте хорошо пятки прям вжимайте их в пол подтяните коленные чашечки заверните верх бедра вовнутрь вот таким вот образом и теперь все сохраняя постарайтесь таз поднять вверх почувствуйте сильное натяжение в задней поверхности бедра но при этом что самое главное вам нужно почувствовать что ваш живот как будто вакуум втянулся к позвоночнику к пояснице и поясница стала расширяться и теперь сильно прижимая пятки в пол мы будем подниматься в последнюю очередь поднимается голова и отсюда мы делаем с вами либо урдва хастасану либо прогиб назад давайте сделаем урдва хастасану она попроще ноги у нас стоят в тадасана поднимаем лодыжки пятки в пол коленные чашечки подтянуты заворачиваем бедра и толкаем переднее середину бедра переднего назад и голень назад дальше вытягиваемся вверх беря с собой вот эти косточки руки вверх вращаете вверх руки изнутри наружу опускаете вашу кость плеча в сустав и теперь только ладошки разверните друг к другу и старайтесь руки отвести назад как можно больше и дальше тадасана и намаскарасана из нее вот такой у меня непростой комплекс точнее он самый простой он самый базовый наверное но когда вы делаете большое количество повторений то поверьте вам этого хватит для начала во всяком случае мне хватает когда мы делаем с вами на одну ногу это считается пол круга когда мы делаем на другую ногу это считается вторая половина круга то есть круг это когда мы делаем с вами полностью да вот на левую и на правую сторону каждая половинка круга содержит 12 асан этого круга это 24 асаны вот я сейчас делаю по состоянию на апрель 2020 я делаю шесть таких кругов ну для меня пока этого хватает такой нагрузки я решила для себя такой ритм выбирать можно начинать с трех кругов там 36 12 24 и доходить до 100 8 это очень крутой уровень вот которому нужно стремиться и так больше никаких комментариев я не делаю а вы можете присоединяться сейчас делать вместе со мной либо просто посмотреть еще раз как и делаю убирайте тот вариант который хотите и так сурья намазка я делаю полный круг на обе стороны и 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 Такой он комплекс Сурья Намаскар. Я надеюсь, что он вам понравился. Я вам желаю, чтобы вы включили его в свою практику, может быть не ежедневную, может быть для начала хотя бы по воскресеньям, потому что воскресенье это день солнца. Но я вам желаю, чтобы вы потихоньку его начинали осваивать, чтобы ваша жизнь становилась радостнее, теплее, светлее, подвижнее, гибче и активнее благодаря этому комплексу.